Добрые дела своими руками. Школьники из Октябрьского шили плюшевые игрушки, которые вскоре будут переданы детям, находящимся на лечении в онкодиспансере. Благотворительная акция проходила в рамках проекта психологической помощи онкобольным «Опора» участника премии «Наши Подмосковья». Каникулы уже начались, но у этих ребят еще есть дела в кабинете труда. В летнем оздоровительном лагере 54-й школы в Октябрьском они не только отдыхают, но и занимаются творчеством. А на этот раз у них задание особой важности – вместе с учителями сделать подарки для детей, которые тяжело заболели. Мы решили участвовать в проекте «Опора». Это помощь психологическая детям и взрослым онкобольным. А как могут помочь онкобольным школьники, передать им частичку добра, сделанную в совместном творческом процессе? Игрушки для детей больных раком – это не просто подарки. Это доказательство того, что за стенами больницы есть другая жизнь, в которой о них помнят и ждут возвращения. Это дети не совсем такие, как мы. Они заболели, и чтобы как-то им поднять силы, чтобы они снова жили как настоящие дети, не чувствовали себя другими, мы решили сделать им вот такие игрушки. Мы это делаем для того, чтобы им было приятно, чтобы у них была всегда улыбка. Символом акции «Слонники опоры» стал рисунок большого слона и маленького человечка рядом с ним. Он означает, что даже совсем еще юный, к примеру, школьник, своими добрыми делами может изменить чью-то жизнь к лучшему. Как вы думаете, кто здесь опора? Большой слон – ребенок. И если глубоко задуматься, даже психологически, то каждый человек по-своему скажет, кто же здесь опора. Несмотря на то, что маленький ребенок и огромный слон, то получилось, что опора – это ребенок непосредственно. Проект «Опора» существует уже два года. Такие акции, творческие социальные проекты, мастер-классы, семинары, праздники – это лишь только часть большой работы, которую делают его участники. На сегодняшний момент психологи «Опоры» провели более 300 индивидуальных консультаций, оказывая психологическую поддержку людям с онкологическим диагнозом.